Он не летчик, но тоже летает на снежных склонах. Сергей Новиков стал инвалидом в 15 лет, но тот, кто хоть раз видел, как мастерский мужчина съезжает на борде с вершины горы, назвать его человеком с ограниченными возможностями не сможет. Сноуборд требует уверенного владения своим телом, с ним и здоровый человек не всегда сможет совладать. А Сергей Новиков освоил сноуборд всего за месяц. В начале января он впервые встал на доску и вот уже взял серебро на чемпионате России. На этих кадрах вторая тренировка спортсмена. Инвалидность никогда не была преградой для Сергея. Он много лет занимался в тренажерном зале, даже работал тренером. И все эти годы с тоской наблюдал, как вся его семья катается на горных лыжах, оставаясь у подножия горы. Решение заняться сноубордом пришло внезапно. Теоретических знаний на тот момент у Сергея было достаточно. Адреналин, экстаз вообще здорово. Я, с одной стороны, даже не ожидал, что у меня так получится. А потом, когда я анализировал, смотрел, у меня из-за того, что больше 30 лет на протезе хожу, судя по всему, выработалось достаточно хорошее чувство равновесия. И оно, получается, мне здесь очень сильно помогает. На Кубке России Сергей Новиков взял сразу два серебра. Состязания проходили по нескольким категориям. Саморский спортсмен боролся за победу в номинации для людей с ампутациями. Это самая сложная группа. К подготовке подошел ответственно. Занимался каждый вечер минимум по два часа с тренером. Сейчас Сергей говорит, пришел к главной победе своей жизни над самим собой. Мы все соревнуемся. Мы соревнуемся не с теми, кто ездит на горе, на соревнованиях вместе с нами. Мы соревнуемся с нашими двумя главными соперниками. Первый – это лень. И второй – это наши страхи. Если мы их победим, то мы выиграем. После успеха на соревнованиях Сергей Новиков получил звание кандидата в мастера спорта. Впереди у него второй этап Кубка России и чемпионат Европы. Тренер спортсмена уверен – победа будет за ними. Победа в Кубке России, первая победа, она разрезала этот первый круг непонимания и первый круг, знаете, такой закольцовки юридической. Теперь нас федеральные коллеги приняли, региональные нас тоже теперь принимают. Мы будем создавать свою сборную Самарской области по паралитическому сноуборде. Следующие сборы у самарского парусного бордиста уже в марте. На этот раз он поедет в Ижевск. А пока Сергей Новиков уже успел покорить пользователей соцсетей. Они увидели ролики с его тренировками на горе и прозвали мужчину «самарским киборгом». Мария Левина, Константин Головин. События.